Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. Одна из важнейших вещей, которую вы сможете узнать во время работы с кино, это работа с цветом. Для начала я воспользуюсь примерами из мультфильма. Так как большинство мультфильмов отличаются интенсивным и хорошо различимым использованием цвета. Вот, к примеру, мультфильм только начинается, и все идет здорово, цвет отражает это настроение. Но затем, по мере того, как у героев возникают проблемы, цвет тоже меняется, в зависимости от ситуации. Тут серые тона как бы высасывают радость и яркость со сцены. И когда наступает самый грустный момент, картинка становится практически полностью серой. Это очень холодный тон, который задает настроение всей сцене. А вот он используется близкий к серому голубой цвет, но с совершенно и ноль целью. Ярко-голубой цвет, очень живой и светлый, компенсируется темными фигурами. А вот на этом изображении к цветовой палитре добавился новый цвет. Холодный голубой цвет оттеняется теплым светло-оранжевым элементом. И это создает хороший центр композиции. Фильмы хороши тем, что порой они используют совершенно нереальные цветовые схемы. Как вы видите, вот тут пленка специально была передержана. Небо совершенно белое, и это создает очень резкий контраст. Эта цветовая схема придает общее ощущение мрачной и пустынной местности. Но когда цвет остается нормальным, это будет совершенно будничная сцена. За окном естественное освещение, герои тоже освещены естественным образом, но на этой сцене нет теней. Как вы видите, световые схемы в фильмах могут быть совершенно разными. И что если отбросить контент с этих сцен, так чтобы оставались видны лишь цвета? Так эти сцены будут более полезны для вас, как для иллюстратора. Так вы сможете почувствовать общее настроение сцены. Так вы сможете понять, какую эмоцию передает свет. И вас не будут отвлекать другие элементы сцены. Давайте обработаем наши стоп-кадры. Это легко сделать при помощи фотошопа. Для этого есть два способа. Первый способ это фильтр мозаика. Мозаик. Его можно найти в меню фильтр под категорией пиксел-лейт, пикселизация. Есть несколько настроек, но общий смысл в том, что фотошоп усредняет цвета и упрощает палитру. И если вам не нравится фильтр мозаика, вы можете попробовать другой фильтр, который называется витражное стекло. Stained Glass. Давайте посмотрим. Оно очень похоже на мозаику, правда формы не такие прямоугольные. Чтобы задать эту опцию, выберите фильтр, текстure, stained glass. Как я говорил раньше, на производство фильмов уходит очень много времени и сил. Поэтому цвета в итоге подбираются очень тщательно. И вы можете использовать эти кадры как подсказки для своих собственных работ. Как только вы уберете с изображения контекст, у вас останется лишь цвет, простой и незамутненный. И от вас зависит, как использовать его в вашей собственной работе. Возьмите стоп-кадры, которые вы сделали, и превратите их в цветовые палитры. Пробуйте. Удачи и спасибо за внимание.